и прополоснуть под проточной водой. Мы промыли наши инструменты под проточной теплой водой и оставляем их сушиться на 5-6 часов. Такие инструменты, как пилка в нашей работе, используются для нашего клиента один раз. То есть после каждого применения пилочка наша выбрасывается. После сушки инструментов, пройдя 5 часов, мы должны поместить в их сухожаровой шкаф. Сухожаровой шкаф стерилизует наши инструменты при температуре 180 градусов. Наши микробы и инфекции умирают. При температуре 180 градусов мы ставим наши инструменты на 60 минут и они проходят полную дезинфекцию. Спустя 5 часов сушки мы помещаем наши инструменты в сухожаровой шкаф. И при температуре 180 градусов мы ставим их на 60 минут. Так наши инструменты проходят полную стерилизацию. Все микробы погибают под давлением температуры 180 градусов. И после того, как они остынут, мы можем их применять для работы с нашими клиентами. Инструмент становится чистым и стерильным. Чтобы сохранить стерилизацию и чистоту наших инструментов, мы можем воспользоваться ультрафиолетовым шкафом. Ультрафиолетовый шкаф служит нам для сохранения и стерилизации наших инструментов. Хочу отметить, что ультрафиолетовый шкаф не является стерилизующим аппаратом. Он только позволяет сохранить стерильность наших инструментов. Он не отвечает за стерилизацию и он не обрабатывает наши инструменты. Чтобы инструменты прошли тщательную обработку, вы должны учитывать все три этапа стерилизации, которые позволят быть вам на 100% уверенными в чистоте своих инструментов. А также вы можете быть спокойными за здоровье ваших клиентов. Кроме этого, вы не должны забывать о своем здоровье. И перед работой вы должны всегда следить за своей гигиеной. В первую очередь мы обрабатываем руки перед работой антисептиком. Антисептик лучше всего втирать в сухую кожу. Это улучшает его свойства. Нельзя наносить антисептическое средство на мокрую кожу. Это снижает эффективность нашего препарата. Также после обработки мы должны всегда надевать одноразовые перчатки. Одноразовые перчатки применяются только для каждого клиента один раз. Надев перчатки, мы готовы к работе. Еще одним важным атрибутом в работе мастера маникюра является ношение маски. Без маски вы не должны работать, потому что вы вдыхаете частицы пыли, которые летают в воздухе, и также ядовитые пары, которые выделяются при обработке ногтей при помощи маникюрных средств. Маска также должна быть одноразовой, и перед каждым клиентом вы должны носить маску в процессе работы. И также после работы вы снимаете и выкидываете маску. Также немаловажное значение имеет обработка поверхности рабочего места. Полотенце, которое мы применяем для работы с клиентами, должно постоянно стираться и проходить этапы стирки. Для каждого клиента у нас должно быть индивидуальное полотенце. То есть после работы с одним клиентом вы должны убрать полотенце и отправить его на стирку. И обязательно для каждого следующего клиента вы должны достать чистое полотенце и начать работать на чистой зоне. То есть это является основным этапом именно в нашей работе, чтобы обезопасить себя и нашего клиента от сохраненной пыли на частицах нашего полотенца. Основные понятия стерилизации играют важную роль в нашей профессии. Соблюдая эти правила, вы заботитесь о своем здоровье и о здоровье ваших клиентов. Это позволяет быть уверенными в качестве своей работы и позволяет защитить от инфекционных заболеваний, которые передаются контактным путем и поверхностным. На сегодня тема нашего урока закончена. Встретимся в следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok